По статистике медиков, только в 2016 году с инсультами и прединсультными состояниями за врачебной помощью обратилось почти восемь сотен пациентов. Чтобы больные увереннее вставали на ноги и быстрее восстанавливались, необходимо специальное устройство. Вот только денег на них у Соликамского здравоохранения нет. Согласно предписаниям надзорных органов, нам необходимо было приобрести соответствующую аппаратуру. Это ортезы, степлеры, третбаны и так далее для реабилитации больных уже после острого нарушения мозгового кровообращения. У нас их очень много. Это одно из самых актуальных заболеваний, которое ведет к большой инвалидизации смертности. И, как обычно, Уралкалий немедленно отреагировал на нашу просьбу и нам помог. С Соликамскому здравоохранению Уралкалий постоянно оказывает поддержку. На средства калийной компании приобреталась мебель и оборудование для детской больницы, современный томограф, вакцины, дорогостоящие аппараты диагностики и профилактики различных заболеваний. На этот раз была оказана помощь неврологическому отделению. В связи с тем, что на сегодняшний день инсульты – это бич нашего времени. Они приобрели оборудование, которое позволит быстрее восстанавливаться, лечиться нашим горожанам. Специальные устройства и средства уже используются в отделении и приносят пользу. С помощью степпера, имитирующего подъем по лестнице, разрабатываются мышцы ног. Возвращается к привычной работе вестибулярный аппарат. Также идущие на поправку под присмотром восстанавливают навыки ходьбы на беговой дорожке с разными скоростями и контролем сердцебиения. Когда просто идти, например, по коридору, ни за что не держишься, все равно не то состояние. Когда за поручни задерживаешься, идешь по беговой дорожке, на первом режиме это вполне хорошо. Помогаешь, они ноги контролируют. Некоторые приобретения пока еще не распакованы и ждут своего часа, точнее пациента. В отделении неврологии появились и замечательные таки устройства под названием бандаж. На коленный сустав лучше запясный или локтевой. Это очень полезное приспособление для людей, которые лечатся в этом отделении. С их помощью мышцы и суставы возвращаются в нормальное положение после инсульта. Не допускается спастика, то есть перенапряжение и деформация групп мышц при комбинированных поражениях головного и спинного мозга. Бандаж для голеностопа, кстати, помогает людям после инсульта увереннее стоять на еще слабых ногах, без риска подвернуть ступню. Словом, теперь в соликамской неврологии гораздо больше возможностей и ресурсов для того, чтобы пациенты скорее восстанавливались после недуга и возвращались к нормальной жизни. Антон Старостин, Дмитрий Солдатов, телекомпания Соль-ТВ